Девушки отдыхают Курск богат духовностью и молитвой, и как здесь Богородицу не встречают больше нигде. Моя коллега Екатерина Худякова расскажет, как проходили последние минуты пребывания святого образа на исторической родине. Десять дней древняя икона Божьей Матери знамения гостила в Курской области. За это время ей смогли поклониться, получить духовное укрепление и поддержку около 150 тысяч верующих. Несмотря на то, что святыня посещала историческую родину уже в седьмой раз, поток желающих прикоснуться к чудотворному лику не уменьшился. Некоторые приходили к собору каждый день. Все время в очереди я отстаивала и по пять часов, а иногда меньше утром. И по семь часов стояли. Стояла с радостью, с благодатью. Не то, что я больная, конечно, но отстояла. И не уставала даже, никакой усталости, ничего. Сейчас настолько радость и такое огорчение, что я не могу на душе слезно расставаться. Благодать. На душе легко. Ощущение счастья. Это великое событие. Вот, ну, не знаю, даже тяжело выразить словами. Это большая радость, большое счастье, одухотворенность. На душе останется грусть и в то же время останется радость от новой встречи. Для жителей региона и паломников из других городов был открыт круглосуточный доступ к иконе. Непрерывно совершались молебные пения с акафистом. Только на один день Царица Небесная покинула Знаменский собор, чтобы посетить лечебные учреждения Курска. Прикоснуться к Богоматери смогли три тысячи пациентов детской психиатрической больниц, онкологического диспансера и перинатального центра. Помоги вам Господь и храни вас, Царица Небесная, в своей благодати. С ней было пережито немало радостных событий, бурь и потрясений в истории России. Но несмотря ни на что, из столетия в столетие, Пресвятая Богородица Знамения Курская Коренная всегда рядом с нами. В пятницу после окончания Божественной Литургии еще в течение получаса желающие могли проститься с любимой матушкой. Среди них курский школьник Ваня Сергеев. В 10 часов утра доступ к иконе был прекращен. Митрополит Герман в сопровождении курских и зарубежных священников благословил молящихся Великой Святыней на ступенях собора, а затем из салона автомобиля. Родная святыня не сразу отправится за рубеж. Она посетит Екатеринбургскую и Уфимскую епархии. И только после этого вернется в Нью-Йорк. Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова